Привет! С 2020 года вступили в силу новые законы о недвижимости. С 1 января 2020 года в России вступили в силу сразу несколько законов в сфере недвижимости. Итак, первый из вступающих в силу документов касается продажи жилья без уплаты налога на доходы физических лиц. До 2020 года для этого необходимо было владеть продаваемым жильем не менее 5 лет. С 1 января 2020 года этот срок сократился до 3 лет. Таким же он был до 2016 года, но только для тех владельцев недвижимости, которые продают свое единственное жилье. Для тех россиян, у кого есть в собственности больше одного объекта, срок по-прежнему будет равен 5 годам. Также с 1 января 2020 года россияне могут получить компенсацию за отсуженную квартиру. Этот закон защитит тех граждан, которые купили жилье с криминальной историей, потому что ничего о ней не знали. А после их жилплощадь истребовал суд. Впервые за несколько лет с 1 января 2020 года в России проиндексируют материнский капитал. Вместо 450 тысяч рублей, в которых родился второй и последующий ребенок, будут получать 466 тысяч рублей. А в послании президента Путина сумма материнского капитала составит 616 тысяч рублей. Помимо этого, с нового года поменялись и правила ежемесячных выплат, связанных с рождением или усыновлением первого или второго ребенка. Теперь такие ежемесячные выплаты государство будет платить до достижения ребенком 3-х летнего возраста, а не до 1,5 лет, как это было прежде. Получать выплату смогут семьи, где размер ежемесячного дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума. С вами был Евгений Корсакин, юрист и эксперт по недвижимости. До новых встреч. Пока-пока.